Ну что ж, всем добрый день на портале Тутбай. Мы продолжаем наш информационный день. Меня зовут Алексей Вайткун. Третий эфирный час. 20 марта в Минске во второй раз состоится вручение белорусской профессиональной премии в области ивент-индустрии «Красная морковь». Конкурс традиционно проводит в итоге сезона на рынке ивент-услуг в Беларуси. И в этом году премия «Красная морковь» расширилась, изменила формат и приобрела международный статус, став белорусским подразделением независимого международного фестиваля ивент-проектов ивентаризации. Об этом и не только. В прямом эфире нашего портала расскажет организатор премии, руководитель ресурса «Повод Тутбай» Светлана Солонович. Здравствуйте, Света. И Алексей Подрез, ивент-директор компании «ТДИ Промо-эвент». Партнер премии. Правильно назвал вас? Все верно. Правильно, да? Здравствуйте. Ну что ж, мы рады вас приветствовать. Света, начнем, наверное, с вас. Расскажите, пожалуйста, подробнее для тех, кто, может быть, не знает. Премия вторая, кто-то может о ней слышать впервые. Что это за премия? На самом деле, это уже второй раз мы проводим эту премию, но в этом году, в 2011, она носит исключительно другой характер. То есть премия в этом году состоит из трех составляющих. Первое – это определение лучших подрядчиков. Второе – это определение лучших агентств в различных номинациях, потому что какие-то агентства специализируются на бизнес-мероприятиях, на корпоративных, а другие агентства специализируются на свадьбах. И выделить одно лучшее агентство в республике не представляется возможным. Поэтому мы стали региональным подразделением международной вентаризации и будем выделять лучшие агентства в различных номинациях. То есть, ну, вообще, премия — это выделяет лучших в сфере развлечений, правильно? В сфере организации различных событий. То есть, это могут быть как развлечения, так и события такого бизнес-характера, семинары, тренинги, стартапы и так далее. И третья составляющая премии, поскольку нужно было разгрузить как-то две первоначальные составляющие, это антипремия «Сочный хрен». Вот, Алексей, что это за премия? Да, эта премия носит развлекательный характер. Она создана для того, в первую очередь, чтобы никого-то не оскорбить, не унизить, а чтобы повеселить тех людей, которые соберутся на саму церемонию. Поэтому она закрытая, туда никто не подает заявки, потому что маловероятно, что кто-то захочет участвовать в антипремии и свою кандидатуру воздвигнуть в какую-то номинацию. Соответственно, мы сами выбираем этих людей и будем их награждать антипремием на самой церемонии. То есть есть красная морковь, да, это как бы основная премия, и вот сочный хрен, да? В рамках красной моркови, да. Тем, кому не досталась красная морковь, может посчастливиться, получить сочный хрен. А может быть, кому и досталась красная морковь, достанется и сочный хрен. Скажите, пожалуйста, наверное, вопрос даже к вам обоим. Премия красная морковь, в какой момент вы поняли, что, в частности, вы, Светлана, что она действительно нужна? И нужна ли, это уже вопрос Клёше будет после вас. Мы это поняли два года назад, когда наша ивент-индустрия белорусская, она показала, что уже выходит на какой-то определенный уровень развития. Я не буду лукавить, если скажу, что нам очень далеко еще до Украины и России, до наших соседей. Но тем не менее, для того, чтобы стимулировать нашу ивент-индустрию, мы решили организовать такую премию. И я хочу сказать, что в принципе прошлогодняя премия прошла с очень большим успехом. Мы остались довольны результатами, нашли ошибки, которые мы сделали, подкорректировали. И в этом году постараемся уже сделать ее максимально профессиональной. Под вопросом у меня к вам такой. А что было в первой премии? Чего нет сейчас. Чего нет сейчас. И наоборот. В прошлом году мы выделяли исключительно лучших подрядчиков. И праздничное агентство мы относили как к подрядчикам. И было у нас потребительское мнение, и было профессиональное. В этом году у нас исключительно одно мнение, мнение профессионалов, которое по некоторым вопросам будет основываться на потребительское, но в итоге заключение будут делать профессионалы. Пусть будут жюри. Да. Это будут руководители самых успешных рекламных и праздничных агентств нашей республики. Это сделано для того, чтобы избежать накруток голосов, когда там какой-то ведущий сидел и просто за себя отправлял миллионы заявок с разных только что созданных. Люди так хотят победить. Ты знаешь, они хотят победить, и меня очень радует тот факт, что те, кто в прошлом году победили, они в этом году очень хотят попасть на церемонию. Но поскольку церемония закрытая, то попасть туда могут либо клиенты повод Тутбай, либо победители, либо нужно быть представителем прессы и телевизии. Или сотрудникам Тутбай. Или сотрудникам Тутбай. Можно еще купить билет за символическую стоимость 1 тысячи долларов. 3 миллиона рублей, да, и тоже можно попасть, соответственно, на мероприятие. Но вообще хотелось бы, конечно, чтобы Алексей дополнил о том, на каком этапе на данный момент находится ивент рынок в Беларуси. Потому что я думаю, что за тот же год после кризиса произошли значительные изменения. Леша, вы мне вначале скажите, вот это преминого взгляда, в самом деле она нужна. И в самом деле все сложилось для того, чтобы уже из того списка, который подчислила Светлана, выделять лучших. Премия подводит не только итоги прошедшего года, выделяя в каких-то категориях лучших людей, но она также подталкивает в следующем году сделать себя лучше. Все агентства, несомненно, то есть после этой премии, я уверен, что скачок на нашем рынке будет. То есть именно технический, творческий потенциал агентств не до конца задействован. Естественно, наше рынок, как правильно заметила Светлана, намного меньше развит, чем в Украине или в России, потому что у нас экономика слабее, соответственно, и все это как бы одна из составных частей. Но есть куда расти, и этот конкурс, несомненно, подталкивает нас расти выше и делать лучше проекты. Вот, собственно говоря, на мой взгляд, эта премия весьма востребована будет в этом году и в последующий год. Есть что дополнить у вас, Свет? Ну, скажем, в принципе, уже заканчивается до пяти часов прием заявок. Сегодня, да? Да, прием проектов от праздничных агентств. И я уже могу сделать какие-то первые выводы. Например, некоторое крупное агентство не предоставили заявки, потому что заказчики попросили их нигде не показывать те проекты, которые были сделаны. То есть, например, у агентства есть достойные проекты, но заказчики поставили очень резкое условие о том, чтобы они нигде не освещались. Это, конечно, огорчает. То есть, они вам представляют какие-то проекты? Заявки, проекты. Презентации проектов. Хотелось бы дополнить немножко. То есть, на мой взгляд, это, наверное, из-за того, что у нас проводится церемония в первом году. И никто не знает, украдут эти проекты, не украдут. Это, на мой взгляд, происходит такая вещь, но она вызывает улыбку, потому что, на самом деле, проекты никто ни у кого не ворует, потому что многие проекты, которые сделаны, которые подаются на конкурс, этот проект сделан был кем-то, ты его не можешь повторить и на этом что-то сделать, потому что ты повторяешь, все знают прекрасно, что это было там-то сделано. Чаще всего, как раз-таки, проекты, которые подаются на конкурс и выигрывают на конкурс, конкурсность. Уникальность этого проекта в том, что это сделан проект под этого клиента. Под другого клиента, если сделать этот проект, он уже не будет иметь эту конкурсную фестивальную основу. Соответственно, сделать его практически под другого, кого-то это не представляется возможным. Вместе с тем, у нас рынок не такой большой, все прекрасно знают, кто кому что делает в общей чертах И, соответственно, другие люди, которым неинтересно, они это и не узнают А профессионалы, которые бывали на этих проектах, соответственно, все друг друга видят и знают Работаем с одними подрядчиками в одних заведениях, соответственно, это все на виду находится Поэтому на международном конкурсе, допустим, на винторизации все работы, не только номинации, но эти работы в открытом доступе Чтобы я мог посмотреть, почему та работа победила, посмотреть ее, чтобы у меня не было сомнений, что она лучше моей работы и вызывает Здесь это только вызывает неудумение, неудумение, улыбку, потому что... Наши сомневаются, да? Я еще и говорю, что наш рынок еще значительно отстает от украинского И, как это ни странно, но люди на самом деле боятся того, и даже когда присылают заявку, они просят, пожалуйста Я не хочу, чтобы моя заявка где-то освещала, чтобы у меня не украли мой проект, потому что это эксклюзивно Еще, к сожалению, это идет от того, что на сегодняшний день у нас креатив в многих агентствах, в праздничных и в ивент-агентствах, он штучный Он придуман раз и потом 15 раз используется, накручивается И в связи с этим работает эта шаблонность у людей, которые подают работы, что если я его подам, ага, кто-то возьмет и будет мой проект делать годами На самом деле мы проекты крайне редко повторяем Ну вот, допустим, наше агентство Под каждого клиента, каждый новый проект, даже под одного и того же клиента, он прорабатывается заново Возможно, это потому, что у нас самый большой креативный отдел Очень много копирайтеров, которые работают, не покладая рук, в том числе и на бетель проекта, на ивент проекта Поэтому каждый новый проект, это индивидуально именно под эту особенность Нам, соответственно, было бы, конечно, интересно посмотреть, кто сделал что-то другое И даже, наверное, просто с долей азарта посмотреть, ага, вот кто-то лучше сделал Может быть, вот они что-то смогли сделать такое А, соответственно, мы с этими же условиями не смогли сделать Исключительно в этих рамках Потому что брать чужой проект и делать это, конечно, ну, это просто... Еще такой нюанс, знаешь, очень забавно То, что некоторые достаточно крупные агентства Меня вот удивил вчера звонок в одной из таких агентств Сказал, что мы не хотим участвовать, потому что среди заказчиков есть люди, которые... Среди жюри есть наши потенциальные заказчики И если они увидят, что наш проект, мы подались, но не победили То нам это будет в минус Потому что они у нас и так заказывают Мы уже с ними наладили И нам лучше вот не разрушить вот эту вот нить нас связывающую Но не показать, что кто-то может сделать лучше А какие еще стереотипы, связанные с премием И непосредственно с этой вот еще с какими-то столкнулись Самый большой стереотип, что у нас все куплено То, что выиграть у нас нереально Да, причем, ты знаешь, это, как правило, говорят те, кто... На самом деле... Поперкнулся прямо... Это просто очень смешно Светлана это не рассказывала раньше, поэтому я в первый раз слышу эту информацию Мне очень... Например, у нас есть конкурс на лучшего видеооператора В прошлом году так получилось, что красную морковь взял видеооператор Олег Горох И на невесте года компания Panasonic, офис, который находится даже не в Беларуси, тоже выбрал его Я не то, что не прилагала к этому никаких усилий, я даже не видела роликов Но в итоге, в этом году, когда мы начали обзванивать снова и предлагать участие в конкурсе То выяснилось, оказывается, что этот конкурс куплен и нужно заплатить лично мне Поэтому, как бы, участие в нем бессмысленно То есть, вот такие вот стереотипы есть И что красную морковь тоже можно купить Многие даже спрашивают, сколько это стоит Но у нас ничего не покупается и ничего не продается Нет, есть, естественно, какие-то конкурсы, то есть, где что-то решается за спинами И это можно решить, то есть, ну, несомненно Но мы максимально предложили усилия, чтобы так нельзя было подумать в этом случае Соответственно, когда выбирается, конкурсные работы подаются Их оценивают на первом этапе клиенты, которых просто невозможно подкупить Это крупные клиенты, которые делают много ивентов И они в них, ну, естественно, очень хорошо понимают На уровне хорошего среднего агентства, то есть, специалисты именно в этих компаниях Соответственно, на первом этапе они отбирают шорт-лист На втором этапе к оценке приступает международная жюри И поэтому, ну, соответственно, подкупить людей с России, с Украины Это... Накладно Ну, можно, но, как бы, это очень много усилий к этому надо предпринять Есть ли смысл столько вкладывать в это Ну, наверное, это можно сделать, естественно Ну, соответственно, мы максимально предложили усилий, чтобы у людей разрушить этот стереотип Но, к сожалению, видимо, не получилось Работы вы как-то членам жюри пересылаете по интернету, да, или... Да, все работы выкладываются на сайте повод Тутбай К ним можно попасть только зная определенный пароль Этот пароль рассылается экспертному совету И после уже создания шорт-листа жюри И то есть только они могут зайти и скачать эти работы И заполнить бланк для оценки проекта Соответственно, бланк потом этот можно будет свободно посмотреть И понять, почему эта работа не попала Не потому что мы засудили, а потому что жюри в целом решила, что она на достаточно низком уровне И не дала нужное количество баллов, чтобы можно было попасть Скажите, вот по уровню работ Отличается уровень работ этого, представленных в этом году, от уровня работ, представленных на первой примере? В этом году первый раз, когда агентства могут представить работу То есть пока нам сравнить не с чем Но, скажем, я же была в жюри конкурса международной авторизации И работы, конечно, отличаются По уровню? Да К сожалению К сожалению, отличаются Есть, конечно, работы, которые очень хорошего уровня Но это на мой субъективный взгляд Потому что экспертный совет и жюри будут сравнивать с тем, что у них было Они не видели того, что было в Украине Они видели только то, что у них было в Беларуси Поэтому у них будет совершенно другой взгляд Тут, как бы, я не думаю, что есть какая-то проблема в этом Естественно, у нас рынок слабее, чем в Украине Украине он сильнее Больше экономика, больше ивент мероприятий проходит То есть они просто, то есть валовый продукт больше Соответственно, в Украине мероприятий проходят меньше и хуже, чем в Москве Потому что, то есть, там, ну, в России в частности И в Москве, потому что в Москве еще больше бюджета И это очень сложно сравнить, когда у них на оформление идет В 10 раз больше, чем у нас вообще общий бюджет Ну, то есть это просто несопоставимые цифры Вот и все Соответственно, мы растем, вообще рынок в целом, индустрия растет, она поднимается И этот конкурс призван именно осветить события, которые есть внутри индустрии То есть популяризировать, по сути Да, в принципе, да Возможно, так Есть у вас что еще дополнить? Может быть, о чем-то я не спросил, но вы хотели сказать Да вроде нет Но можно, наверное, дополнить только то, что на данный момент На сайте по Тутбай началось уже вчера потребительское голосование И, в принципе, можно голосовать за лучших подрядчиков ивента рынка А проанализировав эти данные, наши руководители праздничных и рекламных агентств Смогут более адекватно вынести оценку уже лучшим подрядчикам нашей республики Ну, то есть они будут носить это голосование такой рекомендательный характер Ну, то есть по этим заявкам будет отобран пул какой-то финалистов А этих финалистов уже будут судить ивент-агентства, праздничные агентства в нашей стране То есть которые лучше, чтобы все вместе сообщат Ну, опять-таки, никто не подумал, что это куплено Что можно, опять-таки, себе оператора купить Все вместе соберут и скажут Да, действительно, вот этот лучше, этот хуже Ну, и коллегиально вынесут решение по поводу того Кто достоин победы в этой номинации, в той или иной Хотелось бы пожелать еще агентствам, которые не подали заявки Еще есть...